всем привет вы на канале life in australia new zealand и с вами сегодня иван в одиночку без моего любимого оператора и моей любимой супруги и сегодня мы узнаем и посмотрим я надеюсь все получится как же выглядит госпиталь в австралии точнее брисбоне и я направляюсь туда на данный момент решил чтобы жену не беспокоить я приехал на электричке тут пройтись 15 минут дело в том что меня на сегодня назначена операция что за операция об этом немного позже там возле госпиталя расскажу но вот сейчас мы пешочком идем от станции госпиталь называется stars то это аббревиатура то есть он расшифровывается там что-то связанное сердечко утроля я точно не помню с головы но это в интернете есть интересно можете посмотреть короче говоря операционная и реабилитационный центр так скажем вот так по-русски если погодка ветреная сегодня в принципе не холодно но я кофточку на всякий случай взял есть там кондиционеры и так далее то есть операция вообще в принципе один день занимая так что я надеюсь что вечерком я уже буду дома если сложится хорошо естественно район это я высадился с электрички это fortitude valley то есть сам сам госпиталь тут короче говоря операционная находится рядом с женским королевским госпиталом здесь вон я уже сейчас вышел к институту медицинскому какому-то также центр исследовательский онкологии одним словом где-то я тут все рядышком у них но с другой стороны оно и правильно что медицинские центры серьезные должны быть рядом почему бы и нет как я понимаю здесь полностью все вместе вот эти исследовательские центры институты вот это вот женский королевский женский госпиталь и за ним этот сердечко то есть операционный центр причем операционный центр как мне сказал хирург он в принципе практически новый и поэтому у нас есть принципе недалеко от дома еще один госпиталь местечковый да они там тоже такие операции делают однако он сказал там ждать намного дольше по причине того что местные конечно хотят рядом с домом делать и согласны ждать мне абсолютно без разницы я даже наверное склоняюсь что лучше все таки в новом более новом госпитале с новым оборудованием если уж делать операцию почему нет так что вот идем ну вот я и пришел в принципе тут идти я же говорю она все очень рядышком и никакой проблемы нет он так вот пришел я в госпиталь операциями назначена по довольно-таки распространенные вещи я думаю многие с одним знакомым тем более мужчины это грыжа у меня паховая грыжа и плюс они когда я ходил к хирургу еще и попковую нашли то есть они сказали давай мы тебе сразу все сделаем одним пакетом как бонус я гухну давайте сделаем так что ждал я в принципе для тех кому интересно то есть если вы имеете право на медики карту это все бесплатно опять же если у вас есть страховка вы ну быстрее то можете сделать но и у меня страховки нет я она мне жизни не угрожает я как бы спокойно ждал себе и вот не месяца два наверное я ждал назначение операции вот ее над назначили все сегодня настал день чё еще сказать все это бесплатно как я уже говорил то есть все это оплачивает правительство если вы легально здесь живете работаете я думаю проблемы с этом никакой нет опять же многие рекомендуют делать страховки чтобы все это ускорять но каждый выбирает по себе я пока вот без страховки возможно в будущем сделаю так что чё еще операция один день принципе длится если все хорошо никаких осложнений нет то в тот же вечер меня сегодня выпишут домой единственное то что меня кто-то должен забрать и такси или убер не прокатывает по причине того что я буду после наркоза и соответственно и соответственно надо чтобы кто-то был кто-то был кто будет за вас ответственный кто зайдет в здание возьмет вас отвезет посадят машину отвезет домой то есть это только вот разница а так в принципе если вы хотите сами добираться на следующий день то вам просто-напросто надо сообщить что вам забрать его забрать некому и вы можете ночь провести в госпитале это опять же все включено и на следующий день самостоятельно когда наркоз отойдет добираться до дома то есть принципе все на ваш выбор лишний лишний час лишнюю минуту никто вас держать в госпитале естественно не будет и в принципе это правильно зачем лишний раз забивать место ну что пойдем посмотрим я не ешь и уже вот с раннего 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 утра то есть за 6 часов до операции надо прекратить кушать пить я тоже последние два часа ничего не пил уже но неважно это не так страшно не смертельно ну все что так быстро что меня послали переодеваться носочки костюмчик раздеться до гола короче говоря вперед до встречи потом расскажу как все прошло надеюсь живое становится ну вот меня переодели я нахожусь уже в предоперационной жду когда меня повезут так что до встречи после пробуждения всем пока всем привет вот я и вернулся после операции выгляжу я немножко конечно помятым но это анестезия все вроде прошло хорошо ну по крайней мере я живу более вокруг попка потому что операция шла через попок ну такое как будто я пресс покачал хорошенько а так все вроде сегодня как домой я уже сижу в кресле принесли покушать попить тут набор сэндвичей такое водичкам пару крекеров сырок то есть в принципе все классно оставайтесь с нами следующий следующую часть ему чуть позже ссори что я торможу но так получается к сожалению а так вообще все было на высшем уровне единственное пришлось меня побрить все мои волосы на животе все сделали побрили но ничего страшного став был amazing вообще классный все расспрашивали спрашивали одна попалась женщина рассказывала как она по узбекистану таджикистану казахстан и путешествовала и было в латвии в россии интересная женщина пообщались не классно плюс это отключение внимания вообще супер так что ребят оставайтесь с нами дальше больше будет больше рассказывать как все прошло ну вот чуть-чуть даже дали пейнт киллер какой-то но я имею ввиду обезболивающе полегче стало но вот я говорю вокруг пупка там где именно операция шла там побаливает а так все хорошо кушал сэндвичи пью водичку тут крекеры всяким все классно вообще в принципе сервис супер девчонок молодых куча я имею ввиду это классно что молодежь идет работать учиться на эту профессию супер и медсестры и анестезиологи молодые врачи хирурги в принципе довольно таки молодые вообще суперски так что есть будущего этого но с другой стороны платят деньги очень хорошие так что грех жаловаться и грех не идти на эту профессию тем более если у тебя есть к этому предпосылки вот так все классно прошло highly recommend так скажем если будете болеть как я уже сказал это все бесплатно открывается государством если у вас страховка есть конечно же будет покрываться страховкой вот все вот переоделся короче все позвонил товарищу при через полчаса меня заберет и это рыбанит домой чтобы моя любимая супруга могу все подготовить смотрела за детишками так что вроде как все прекрасно сказали что машину водить неделю нельзя как и скутер но и короче вот так вот а так в принципе поправлюсь и обратно работу так что принципе я могу оценить работу госпиталя пять из пяти честно говоря потому что действительно все классно профессионально очень много молодых работников как я уже сказал и и ну супер и очень много работников по сравнению с окунским госпиталем я имею ввиду манукао что мы были когда нарожали маркушку день и ночь честно по количеству стаффа обслуживающего вокруг бегают медсестры суетятся все в чем помочь и так далее супер вообще обалдительно честно говоря кстати в операционной тоже прикол очень много было анестетик темы именно которые анестезией занимаются потому что кто-то учится и студенты были и профессионалы то есть 15 раз меня спрашивали моим на фамилию дату рождения и так далее вот они как бы тренируются и работают и переприверяют это правильно хирург и ассистент хирурга были то есть пришли все рассказали что будут делать friendly все прикольно вообще супер говорю он то есть очень классно то есть отношения и как себя ведут все в госпитале очень понравилось начиная от ресепшена и заканчивая вот я здесь сижу в общей в принципе в общей комнате тем кому не нужно амбулаторное лечение тему спокойненько здесь вот сидеть общаться с собой с парнем пообщалась тут соседи это не с глазом делали короче говоря ну супер супер отношения и вообще профессионализм мне очень понравился вот и все меня выписали приехал дружбан забрать меня потому что я понимаю почему я водить не могу вообще написано неделю нельзя водить автомобиль потому что из-за сид белта опять же потому что ты пристегиваешься и может давить но короче все классно было вообще честно говоря ну быстро профессионально и внимание как бы достойно я имею виду не бросали тебя если что-то нужно сразу прибегали да я просто даже видел как медсестры при загорании то есть таблички что кому-то нужен ассистенс да кому-то нужна помощь блин девчонка бежала то есть сколько помню в окленде моргают 5-6 табличек что по палатам что кому-то нужна помощь но медсестры не сильно телились но опять же из-за нехватки кадров скорее всего так что вот такая вот такой вот опыт такой экспириенс так что если все понравилось ребята пишите свои комментарии рассказывайте что вы как у вас проходили если вы вдруг здесь проходили процедуры лечения такого рода я имею ввиду в австралии и новой зеландии или в других странах рассказываетесь делитесь своим опытом а я с вами прощаюсь всем пока не болейте хорошего вам настроение чё еще все ну все добрался домой наконец все хорошо только три всего шатает конечно после анестезии уставший тут оказывается еще у меня помимо общей мне еще локальную делали в новую то потому что здесь вы делали я думаю чем я не нога не имеет еще так очень одним словом все нормально болит чуть-чуть ну будем лечиться сказали в случае чего звоните в скорую если какие-то серьезные проблемы а так будем отдыхать сказали больше отдыхать больше воды пить и все так что все классно